Привет, капитаны! В эфире FW Channel, канал, где изучают корабли. Двигатель в форсированном режиме. Последние пару месяцев мы вместе наблюдали за тем, как перед релизом топовой советской десятки вершины новой ветки советских линкоров адмирала Лазарева, его систематически нерфили и нерфили. И это лично у меня вызывало серьезные опасения. А не перегнут ли с нерфом и не выйдет ли долгожданный новый советский линкор, если не кактусом, то серой посредственностью. И когда после всех нерфов я сел записывать видео по финальной версии Лазарева, когда нажал кнопку в бой, то был уже морально готов к тому, что меня ждет что-то такое, вроде бы и неплохое, но как бы и нафиг не нужно. Однако уже довольно быстро я понял, что, к счастью, это не так. Линкор получился просто сногсшибательным. По крайней мере, мне он очень понравился. Но дело тут не в личных субъективных симпатиях, а в объективной эффективности. Я вовсе не являюсь ультра-спецом по игре на линкорах. Но в двух сыгранных для записи этого обзора боях подряд у меня вышел урон за 200 тысяч. В первом бою 223, во втором 229. Причем явно были резервы набить больше, если бы я играл порасторопнее и не спал за штурвалом. В этих боях не было ничего необычного. В них не было ни особого нагиба, ни каких-то ярких моментов. По сути, они были даже скучноватыми. Просто линкор позволял быстро занимать удобные позиции для нанесения урона и спокойно его наносил. Без каких-то особо точных или мощных выстрелов. С довольно частыми, небольшими цифрами урона за залп. И я четко понимал, что в такой же ситуации многие другие линкоры с мощными и более точными орудиями набили бы урона больше. Та же Монтана набила бы явно больше. Но все дело как раз в том и заключается, чтобы попасть в такую ситуацию. Чтобы поставить свой корабль в такое место карты, чтобы он мог наносить хороший урон, а при этом сам не отгребал бы слишком сильно. Монтана так не может, как может Лазарев. Поэтому если бы в этих боях я играл на Монтане, то не набил бы в каждом из них по 220 тысяч. Для меня это абсолютно очевидный факт. Вражеский крейсер потоплен. По своим отдельным ТТХ Лазарев вовсе не кажется имбовым. Даже наоборот. Но когда начинаешь на нем играть, используя всю совокупность его возможностей, тогда быстро становится ясно, что линкор слишком силен. И у меня это вызывает серьезные подозрения в его имбовости. Так за счет чего же именно Лазарев столь эффективен и интересен? Как правильно его понять и собрать, чтобы играть в удовольствие и с нагибом, смотрите в подробном обзоре, только что вышедшем на Бусти. Кстати, там же обзор уже бесплатно доступного из Томина. И еще много чего интересного. Уже более сотни эксклюзивных материалов по цене заказа кораблика на стриме. Подходите, изучайте и нагибайте. Ну а всех любителей советской техники поздравляю с достойным новым советским линкором. Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был СуперДжедан. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok